МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Команда своего ТВ продолжает работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. Никто, кроме них, десантники отмечают день ВДВ. Как это было на Ставрополье, расскажет Кира Мартынова. Снова в школу Ставрополье поможет первоклассникам из Луганской народной республики собрать портфель на 1 сентября. Сценарий для досуга осенью. В станицу Суворовской ремонтируют парк. Почему стоит туда наведаться? Итак, мы начинаем выпуск. Российская крылатая пехота отмечает 92-ю годовщину со дня основания. Основные праздничные мероприятия прошли в 247-м гвардейском кавказском казачьем десантно-штурмовом полку, который дислоцируется в Ставрополе. Поздравил десантников губернатор Владимир Владимиров. А Кира Мартынова сейчас расскажет все подробности. С ярко-красных гвоздик и алых роз, как символов вечной памяти заслуживцев, погибших при выполнении долга, началось утро в полку. Цветы возложили к памятнику погибшим военнослужащим и на аллее героев-десантников. А тем временем детвора уже облепила военную технику. Гранатометы, пистолеты, винтовки. Есть и проверенная временем классика, и современные образцы. Для меня удобен этот автомат. Чем? Потому что у него регулируется приклад для плеча, для удобства. Соответственно, он уже сидит гораздо лучше в руках. Можно переводить огонь одним пальцем. Также он имеет огонь, если тут, допустим, автоматический одиночный огонь, тут еще есть отсечка на два патрона. Есть на вооружении у современных десантников и достаточно интересные вещи. Например, вот этот нож. Казалось бы, обычное холодное оружие, достаточно острое. Но нет, все не так просто. Он стреляет. Однозарядный. Калибра 7,62. Торжественная часть уже на плацу. Вот ровными коробками под праздничный марш. Чеканят шаг те, кто и в небе, и на земле обеспечивает безопасность гражданских. И дома, где любят и ждут. У меня сын служит здесь в части, контрактником. Да, получил ранение. Сейчас дома восстанавливается. Десантура всегда считалась элитой вооруженных сил страны. Девиз «Никто, кроме нас» для них не просто работа, жизнь. 247-й полк носит гордое звание «Гвардейский». Его бойцы прошли Афганистан, и обе чеченские компании защищали жителей Южной Осетии в августе 2008-го. Сейчас отстаивают Донбасс. Воздушно-десантные войска одними из первыми пошли в специальную военную операцию. Сегодня все сложные задачи, которые выполняются в рамках этой операции, они не выполняются без воздушно-десантных войск. Сегодня один из основных родов войск празднует День образования. Армия и народ едины. И так было, есть и будет всегда. И это залог той тысячелетней истории нашей страны. Поэтому тут недооценивать, периодицировать невозможно. Это нужно знать и в это нужно верить. Самыми главными качествами, которые должен обладать десантник, это мужество и самоотверженность. Это самые главные качества. Все остальное, все остальное еще раз говорю, с учетом традиций воздушно-десантных войск прививается личному составу, и оно приходит само собой. Воины-десантники, следуя традициям своих предков, своих ветеранов, идут вслед за ними и никогда не посрамят их. Для гостей праздника музыкальное шоу устроил оркестр полка. Самое долгожданное событие – выступление парашютистов Ставропольского авиаклуба. У меня сын мой, десантник, я приехал его поздравить. У меня сын, и это моя гордость. То есть гордитесь, что он в ВДВ? И, конечно, традиционная боевая демонстрация. А вот будущее спецназа – юные участники военно-патриотического клуба «Беркут». Преемственность поколений – неотъемлемая часть традиций десантников. Нынешние воины равняются на тех, кто был до них, дети выбирают свой путь, глядя на отцов. Я русский, этим и горжусь. Горжусь тобой, моя святая Русь. Горжусь, что говорю на русском языке, и слово русское звенит в моей строке. Это все с дома ведется. Мы стараемся всячески привить это ребенку. Часто ездим сюда, сам служил тоже. Поэтому в мечтах, чтобы и сын также служил в ВДВ. После торжественной части служивые и сопричастные разъехались отмечать уже в неформальной обстановке. По традиции город наводили машины с флагами небесной пехоты. Не встретили никого в фонтанах. Кира Мартынова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Ставрополье поможет школьникам из антрацита собраться в школу. Региональное отделение Союза Женщин России подготовило для детей из Луганской Народной Республики подарки к 1 сентября. Это рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и сладости. Напомню, край заключил с антрацитовским районом ЛНР соглашение о сотрудничестве. И женщины Ставрополья не остались в стороне. Для каждой матери, для каждой женщины самое главное – это здоровье детей. Мне хочется вам пожелать, чтобы оправдались все ваши надежды. Чтобы ваши дети были лучшими из лучшими. Чтобы они всегда были успешны и уверенно шли к достижению целей. Ну а теперь давайте перейдем к оперативным новостям. Житель надежды проник в дом односельчанки и забрал электроинструменты, часы, швейную машинку и другие вещи. Полицейские вышли на след 27-летнего мужчины. Он сознался в содеянном и рассказал, что украденное продал. Уголовное дело уже направлено в суд. О других ЧП расскажем в оперативной сводке. Обман по телефону. В полицию Ставрополя обратилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что ей позвонили неизвестные. Один представился сотрудником правоохранительных органов, а другой – специалистом финансового учреждения. Злоумышленники убедили женщину перевести сбережения якобы на безопасный счет, чтобы спасти деньги от мошенников. Женщина поверила и перечислила более 500 тысяч рублей. Позже поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. В нужное время в нужном месте. Житель Кировского округа проник в чужой дом. Хозяин ушел по делам. Злоумышленник воспользовался ситуацией. Вызвал сотрудника пункта приема металлолома и сдал различные изделия владельца. Злоумышленника нашли. Им оказался 33-летний судимый ранее мужчина. Теперь он снова ответит по закону. Негодные права. В мае этого года жителя Московской области заметили в Курском округе на иномарке. Мужчину остановили для проверки документов и заметили, что водительское удостоверение не настоящее. Выяснилось, нарушителя уже лишали прав, но он купил в интернете подделку. В наказание получил ограничение свободы сроком на 6 месяцев. Но этим временем районная больница Арсгирского округа получила новое медицинское оборудование. Теперь в учреждении жители могут пройти обследование для диагностики заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Закупили аппараты благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Невиномыске капитально ремонтируют вторую школу. Там демонтировали несколько стен и приступили к отделке внутренних помещений. Также в учреждении обновят двери, окна и инженерные коммуникации, сообщили в региональном Минобре. Реконструкция объекта проходит в рамках федеральной программы капремонта школ. Завершить все работы планируют в следующем году. В станице Суворовской продолжается благоустройство парковой зоны на улице Центральной. Там обустраивают игровые и спортивные площадки с современным оборудованием и безопасным покрытием. Также на территории пространства укладывают плитку на пешеходных дорожках, устанавливают скамейки и фонари. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить их планируют к концу года. В селе Первомайском завершился ремонт Дома культуры. Специалисты заменили двери в здании, обновили полы, отштукатурили и покрасили внутренние помещения, сообщили в Управлении по информполитике правительства Ставрополя. Работы проходили под эгидой краевой госпрограммы «Сохранение и развитие культуры». Ну а еще больше новостей есть на нашем сайте СТВ 24.тв. Нам вы можете писать в мессенджеры, ватсап и телеграм по номеру 8 928 350 80 70. Ну и конечно мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь, присоединяйтесь и комментируйте. Далее прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 3 августа. Спойлер, не забудьте зонтики. Итак, центральная территория края. Дожди в сочетании с жарой. Та еще парилка получается. А в изобильном не просто дождь, а целый ливень. Ультрафиолет высокий. Растущая луна. Световой день 14 часов 34 минуты. Магнитное поле спокойное. Похожая погода и на курортах. Прохладнее всего по традиции, конечно, в Кисловодске. Всего плюс 24 и небольшой дождь. В Есентуках тоже дождь. В Пятигорске и Железноводске жарко. Север и восток края. Осадки там возможны только в Ипатов и только вечером. В остальное время облачно с прояснениями. Нефтекумск и Буденновск малооблачно до плюс 35 и небольшой дождь вечером. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин